Коллеги, приветствую! С вами Александр и на сегодняшнем обзоре мы с вами детально разберем, что у нас предстоит ждать с биткоином, так как в эту субботу у нас произошел халвинг уже четвертый раз. А значит, что всем интересует, продолжит ли он рост после каждого халвинга, биткоин всегда укреплялся, либо сейчас будет затяжная коррекция перед серьезным ростом. Так что все детали сегодня мы обязательно с вами рассмотрим. Вы обязательно подписывайтесь на наши социальные сети и следите за актуальными прогнозами от канала Амаркетс. Данный обзор, коллеги, я подготавливал в это воскресенье. У нас состоялся прямой эфир на моем YouTube-канале, где еженедельно я провожу обзор разных финансовых инструментов, так и на нем, соответствующий, на полном обзоре мы разобрали не только биткоин. Мы взяли евро-доллар, индекс доллара, нефть, серебро, золото. Если вам интересен полный обзор данного эфира, обязательно посмотрите в описании под видео ссылки на YouTube-канал и посмотрите в последние трансляции. И, соответствующий, обязательно изучите много классных точек кода в рынок. А мы с вами сейчас будем как раз разбирать точки входа в рынок по биткоину. Так, кстати, биткоин многих тоже интересует, так как вчера его одобрили, произошел халвинг биткоина, четвертый уже раз. Когда халвинг биткоина проходит, то комиссия на биткоин при переводе увеличивается, а сама добыча биткоина уменьшается в два раза. Если кратко, халвинг предназначен для того, чтобы не сделать, чтобы инфляция начала расти. То есть за счет того, что добыча биткоина уменьшается ровно в два раза, каждый халвинг, спрос остается на добычу биткоина за счет ограниченного количества его. То есть это поддерживает то, что инфляция не раздувается как шар. Вот, и всегда после халвинга, это серьезный такой аргумент с каждым годом, то что после этого биткоин у нас растет очень хорошо. И теперь смотрите, у нас следующие технические условия, коллеги, сформировались на графике биткоина. На недельном графике мы видим, вот недельный у нас восходящий тренд. Вы его видели в пятницу, я давал информацию по нему. И у нас видно то, что цена прорывает синий уровень поддержки. Мы предусматривали пробой уровня 60830, тогда у нас дальше уровень будет падать до 55850 и откат 57800. Как мы видим, тело свечи не смогло пробиться, только тени. Далее, за счет того, что у нас пробит синий уровень поддержки, это сигнал, что цена больше теперь работает в фазе вот этого нисходящего коридора. В данном случае он еще оранжевым коррекционный. То есть, в ближайшее время, что мы должны учитывать? Когда мы построили данное условие, мы видим, что цена у нас от него отскочила, от уровня красного поддержки. Сейчас цена у нас пытается выйти из данного коррекционного коридора. Сейчас я немножко более корректным сделаю. Мы сделаем вот так вот его. Что очень интересно, когда максимумы у нас закрываются определенные, либо минимумы на закрытие торговой сессии. Очень хорошо это немножко нам помогает. Вот мы понаблюдаем, как у нас закрылся вот в субботу. Вот у нас свеча закрылась. И учитывая то, что у нас коридорчик, сейчас вот в таком вот работает сейчас рынок. Я бы здесь добавил бы еще верфь и боначи от самого максимума до самого минимума. И проработал бы то, что вот рынок как раз сейчас вот 61,8 работает. И следующий уровень сопротивления, который предстоит нам встретить, который может помешать дальше биткоину расти, это уровень вот у нас 0,75. Так, сделаем. И вот так. Так, а мы сейчас еще сделаем такой магнитик. У меня вот один ученик, я вообще никогда не пользуюсь магнитик, всегда меня он бесил. Для линии тренда строить. И сейчас я то есть пора не пользуюсь. Но он мне объяснил, как удобный магнит использовать при веере Fibonacci, либо сетке Fibonacci. Так что, Павел, вам большой привет. Всем советую, кстати, если вы ставите сетку Fibonacci и веер Fibonacci, чтобы максимально точно пипс-пипс поставить, используйте магнит к точкам, тогда вам будет намного удобнее. Вот, и тогда точнее намного линии тренда тоже можете определить. Так, вот здесь вот этот красный уровень сопротивления мы построим. Веер теперь уберем, чтобы он нам не мешал. Значит, смотрите, коллеги, пока цена у нас находится в, давайте взьем, черном, в черном нашем коридоре, приоритет все еще на снижение цены. За счет пробоя уровня поддержки синего. Еще раз повторю, рынок, смотрите, его с ним взаимодействовал очень красиво. То есть, вот у нас аргументы, то, что цена подходила раз, здесь два. Видите, отскок у нас хороший был. Потом рынок пытался его пробить, видите, не мог. И когда уже пробил, сейчас он его как ретест использует. То есть, рынок с этим синим уровнем взаимодействовал. Значит, если он его пробил, следующий уровень – это уровень поддержки. Покупать биткоины, если спекулятивно, я бы не стал сейчас на ближайшее время. Если только вы, как долгосрочный инвестор, предусматриваете покупку биткоина на годы вперед, то, безусловно, еще потенциал биткоина полностью не раскрыт. Так что еще есть куда ему расти. Мои цели, о которых я говорил еще в декабре 2021-2022 года, остаются тем же самым. То есть, 78,850 и дополнительные 80 тысяч долларов. Они были найдены тоже по золотому сечению Fibonacci. То есть, не просто о этом поставилось, знаете, вот теперь цена до сюда дойдет. То есть, это математически четко в рассчитанные уровни. Теперь далее. Теперь на ближайшее время, коллеги, смотрите. Предусмотрите вот это движение. Вот оно. Его вот особенно надо предусмотреть. Условия прежние. Пробой нужно 60,830. Единственное, я подчеркну, так как у нас рынок обновил минимумы, в этой ситуации нам стоит тоже присмотреться к этим минимумам. То есть, 59,6 для начинающих трейдеров лучше вам дождаться вот этого пробоя. Тогда более-менее безопаснее рассматривать коридор до 55,850. Опять же, подчеркиваю, это дневной таймфрейм, это не 5-минутка, коллеги. Чтобы сразу не побежали вперед продавать. Так что здесь вот лучше вот тут опытные трейдеры. Также придерживайте плана 60,830. Ждем тело свечей пробития. Зафокусируем внимание на вот эту тень и вот этот отскок от нее. Далее, смотрите, рост. Давайте сразу говорим о хорошем и продолжим про падение еще немножко. Будем констрактировать. Заговорился, даже выговорить не могу. Контраст, контраст. Вот смотрите. Естественно, сигналом для роста у нас будет это пробой уровня сопротивления. Вот это вот красный. Давайте сделаем пуктируем его. И когда мы увидим вот этот пробой, рынок у нас будет тестировать, там биться по максимуму. Там 74, будет 73. Все это, думаю, понятно. Там на краткосрочных сигналах, там вот эту вот зону надо искать. Но самое интересное, когда у нас пробьет 74 на 0, опытные трейдеры это у нас будет на 4-х часах, начинающий трейд дневной. Там уже ждем цели к уровню сопротивления оранжевым, о котором мы с вами поговорили в начале. Ориентирую 80 тысяч долларов, 78,850. На 76,940 я предусматриваю коррекцию. Теперь перейдем, вернемся теперь к младшим условиям. Теперь далее. Вот у нас цена сейчас сформирует здесь хороший коррекционный коридор, поддержку. На 4-х часах мы его видим, берем от самого минимума. Вот так вот построили. Поставили зеленый уровень поддержки. И расширение. Вот так вот. И первым зоночком на продолжение коррекции в рамках оранжевого уровня нисходящего тренда это будет у нас 63,055. И я считаю то, что рынок повторит ситуацию, вот как у нас было здесь, 16 апреля, так и вот так. То есть это на ближайшую ситуацию, которую я предусматриваю. Повторение истории. Так, так и вот так вот здесь остановимся. То есть у нас вот пробой. Это будет уже уровень поддержки зеленый. И 63,055. Откат на 62 тысячи долларов. И 68,830 ждем завершения цели. Там пробой же на дневном ждем. Если вдруг вы хотите торговать, зарабатывать до красного уровня сопротивления, то учитываем, конечно, что это коррекция. Рискованный более сигнал, чем нападение. Так, то есть здесь, смотрите, цене нужно выйти из черного пунктирного уровня сопротивления и пробить 65,800, ну точнее 65,900. Вот при пробитии там можно подзарабатывать до уровня сопротивления красного. Ну, коллеги, крайне будьте внимательны, потому что цена может чуть-чуть даже не дойти до сопротивления и начать разворот. Так, ну вот, по биткоину вот вся идея. Так что, коллеги, пока мы находимся на недельном графике в восходящем тренде, формируется у нас клин восходящий, который предназменует еще коррекцию. Так что перед тем, как еще биткоин стартанет, более, я считаю, логичнее рынку вот как раз дойти до уровня поддержки его, оттолкнуться и полететь вверху. Вот это будет самая шикарная точка входа в рынок, как говорится, на ближайшее, ну как недельное такое время. Спасибо, коллеги, что досмотрели до конца данные мнения по поводу биткоина. Обязательно подписывайтесь на все мои социальные сети, чтобы следить за дальнейшим движением рынка. Ну что же, желаю вам только тейк профита, здоровья вам и вашим близким. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok